Ольга Самоний прошла всю Великую Отечественную от Москвы до Берлина. На счету медсестры полевого госпиталя множество спасенных жизней. Несмотря на все ужасы войны, 8 марта праздновали и на фронте, рассказывает Ольга Петровна. Просто немножко смечали, дадили нам цветы мужчины, и подснежники, и полевые цветочки, собирали какой-то сон. Если наступление немного ранены, то давали взрослых отдохнуть, и все, все время операционное. Ольга Петровна по состоянию здоровья не смогла присутствовать в городском Доме культуры. Здесь со сцены звучали слова благодарности в адрес всех представительниц прекрасной половины района. Всем самым хорошим и светлым на нашей земле мы обязаны вам, дорогие женщины. Вы даете нам силу быть стойкими и мужественными. Вы дарите нам любовь и нежность. Мир без ваших улыбок, доброты, красоты и обаяния был бы серым. Именно мы, как никто другой, умеем создавать уют и порядок в доме, воспитывать детей. Пусть ваши любимые мужчины оправдывают ваши надежды. Пусть дети радуют вас своими успехами. Пусть забота о вас со стороны государства будет достойной. Большой весенний букет мелодий был составлен из выступлений народного эстрадного коллектива «Ретро» и заслуженного ансамбля украинской песни «Хруставчанка». Праздничное настроение в зале создавали и юные участники детских хореографических коллективов. Не пудрилась я, не румянилась я, белая речка, умывалась родничком. 8 марта – это еще один день, когда мы можем сказать своим бабушкам, особенно мамам, как мы их любим. Когда танцевали, мы очень хотели подарить им всю нашу любовь, чтобы им было весело и хорошо. Тепло сердец выступающих в этот вечер проникло в душу каждой женщины, сидящей в зрительном зале. Ярослав Богат, Верик Ашпак, Юрий Занечковский, Первый Приднестровский телеканал.